Вот он такой плохой, неспелый. Если вы купили неспелый авокадо, то в колыбельку из бананов и все хорошо. Мне нельзя их, ребят. Держите это в уме. Мне их нельзя. У меня прыщи потом по всему лицу, потому что там молоко, а у меня аллергия на молоко. И еще, кстати, у меня чехол такой прикольный. Он с Алиэкспресс, правда, но он такой модный, да? Ссылку тоже внизу оставлю, если что. Всем большой привет! Меня зовут Катя. Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено фаворитам месяца, фаворитам января. Это супер простое видео, но оно, мне кажется, всегда суперинтересное, потому что мы собираем здесь самое лучшее, чем мы пользовались, что нам нравилось. И через эти видео, мне кажется, можно друг друга получше узнать. Получше узнать того человека, на которого вы подписаны. Поэтому в этом видео я обычно показывала вам чаще всего просто косметику. В этом видео конкретно я собрала косметику, еду, одежду, книги. В общем, всякие такие вещи, которые не только относятся к косметическим фаворитам. Я очень надеюсь, что каждый найдет здесь для себя что-нибудь интересное. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх и давайте начинать. Сначала я вам расскажу о декоративной косметике, моих любимчиках за этот месяц. И начну, наверное, не совсем даже с косметического фаворита, а с такого аксессуара. Это кисть от Hourglass. Я не знаю, как она правильно называется. Это большая кисть для пудры. Вроде бы она так называется. Я добавлю все ссылки в описании. И на самом деле, это вообще лучшая кисть, которая у меня была. Эта кисточка совершенно не сравнится, например, с кистями от The Evo, которые у меня в количестве 30 с лишним штук. И эта кисточка совершенно... В общем, она ни с чем не сравнима, по крайней мере, из того, что у меня было. Она прекрасно наносит бронзер. Она широкая, благодаря этому, и очень мягкая. Благодаря этому она очень равномерно его распределяет. Вы можете сделать очень незаметный слой и постепенно-постепенно наслаивать. Она не наставит вам никаких пятен, она не поставит жирное пятно. Но вот эта маленькая часть, с нее сейчас продукт сыпется, эта маленькая часть, и она шикарно закрепляет консилер. Консилер. Она прекрасно закрепляет пудру и наносит пудру на какие-то участки, например, под глазами, или где у вас появился жирный блеск. Или точечно, аккуратно можно вот так вот убрать лишний блеск на лице. Также я наношу ей румяна. И в конце я смахиваю весь продукт об року. И в конце я уже закрепляю все пудрой. Это на самом деле обалденная кисточка. Я вам ее очень советую. Она не дешевая, но я ничуть не жалею, что я ее купила. Потому что кисти от ZEVY у меня чаще всего я пользуюсь кистями для глаз. А кисти для лица, они какие-то не очень хорошие, я бы сказала. Потому что у меня есть кисть, которая носит, получается, румяна или скульптор. Она такая узенькая, скошенная. Но с ней получается четкое пятно, которое невозможно растушевать. И в итоге ты натираешь себе кожу, все краснеет. А ты вообще не понимаешь, что происходит. Здесь же вы берете, распределяете все это вот так вот круговыми движениями, совершенно в расслабленном режиме. Можете подправить, не знаю, очертить линию подбородка так же, что угодно делать. И макияж будет потрясающий. И поэтому я очень вам ее советую. Я увидела ее случайно у какого-то бьюти-блогера на американском, по-моему, или на английском ютубе. Я уже даже не помню. И я слышала, как девушка в нескольких видео ее очень расхваливала. И не то, что даже расхваливала, а просто говорила, о боже, как мне нравится эта кисточка. Ну и я путем розыска нашла эту кисточку все же и заказала на сайте Культ Бьюти. Слишком много разговоров о кисти. Давайте дальше. Дальше это пудра от Of Saint Laurent. Она на самом деле, ну я пользуюсь ей уже больше месяца получается. Это транспарантная пудра, самая классическая. Просто закрепляет макияж. Я ее очень полюбила. И она классно матирует. Даже, наверное, слишком сильно матирует. То есть вот пудра Clorance, которая у меня до этого была, она с более мягким, с более мелким помолом. И она более тонкая, мне кажется так, по впечатлению, по-первых. И плюс у этой пудры сильный-сильный запах. Если вас это не смущает, как у меня, у меня она в фаворитах сейчас. Я ее пользуюсь каждый день, и я ее буду покупать с удовольствием еще. Либо Clorance, либо вот эту. Это мои две пудры, которые я очень полюбила сильно. Наверное, на лето лучше Clorance, потому что она помягче. Хотя я не знаю. Ну, в общем, мне очень нравится эта пудра. Я не знаю, что еще здесь сказать. И минус запах, во-первых. Я вас предупреждаю об этом. Понюхайте ее. И второй минус. Видите, у нее такой чехол, дурацкий, откровенно говоря. Ну, как чехол, не чехол, а упаковка, что я несу. И здесь все хорошо выглядит. Здесь он очень-очень легко пачкается. Вот эти пятна не отмываются, например, от тонального крема, которые попадают на него от рук, от кистей, от чего угодно в косметичке. И плюс мелкие царапинки могут появляться. В общем, не знаю. Как-то они схалтурились упаковкой. Хотя и в Сен-Лоран, это вообще мой самый любимый бренд пока что косметический. Ну, не самый, один из самых. И вот здесь вот так же спонжик есть в потайном отделении. Дальше я наконец-то распробовала гель для бровей от Benefit. Вот так вот он выглядит. Это такой малыш, который окрашивает ваши брови и, получается, фиксирует их. У меня третий оттенок. И это, знаете, просто очень хороший гель для бровей, который хорошо фиксирует, который хорошо окрашивает. Его можно использовать как в отдельном варианте, то есть без карандаша. У меня сейчас карандаш и немножечко этого геля нанесено на брови. И, возможно, это слишком много. То есть для жизни я либо одно, либо второе использую. А для видео, возможно, этого даже может быть недостаточно. Хотя сейчас я явно переборщила. Давайте дальше. Короче, очень хороший, реально хороший продукт. У меня уже второй тюбик получается. Достаточно долго хватает. И если есть возможность, покупайте у Benefit все в наборах. Оно все выходит дешевле. Раза в два можно сэкономить. И у меня вот второй гель, собственно, таким образом куплен. Вот с этой тушью я покупала тушь. Гель и румяна. И все это вышло на 50% дешевле. Поэтому я очень советую. Давайте сразу же перейдем к туши. Тушь это Roller Lush от Benefit. И она шикарная, хорошая. У меня обычно, я уже 500 раз повторяла, но для тех, кто здесь впервые, у меня аллергия на туши, на косметику, на все. На эту тушь у меня нет аллергии. И примите это просто к сведению для тех, кто тоже страдает этой проблемой. Здесь вот такая щеточка. Она немножечко закруглена. И немножечко она закруглена. И она резиновая. На самом деле, я вообще не очень люблю резиновые щетки. Они мне всегда корают глаза. Но здесь как-то все нормально. Или я переросла этот момент, я не знаю. Но все как-то хорошо. В общем, я серьезно советую ее. Она шикарно разделяет. Она шикарно прокрашивает. Вот каждый день. Ну, не каждый день, ладно. Я, когда пользуюсь тушью, я пользуюсь только ей сейчас. Потому что, если честно, я просто тушь не люблю на своих глазах. Поэтому для видео или для каких-то выходов, да, я ее использую только ее сейчас. А если честно, я в жизни в обычной очень мало косметики использую. То есть, это брови, какой-то минимальный тон. Потому что у меня часто раздражение на лице, какие-то неровности. И не хочется людей пугать. Так, с декоративной косметикой все. Знаете, почему я так тороплюсь? Потому что я очень много всего хочу вам показать. На самом деле, в этом месяце. Такой, знаете, это месяц восстановления после Нового года. Я не знаю, как его описать. Пусть у нас лежит кисточка на заднем плане. Кстати, недостаток этой кисточки в том, что ее нельзя поставить в чашку. Потому что, ну, или в стаканчик. Потому что, потому что она с ворсом на двух сторонах. И она у меня почетный гражданин такой. Все время в лежачем положении. Дальше. Давайте перейдем между уходовой и декоративной косметикой. Я не знаю, что это такое, куда, в какую категорию это отнести. Это духи от Saint Laurent Opium. Несколько лет назад, когда вышли эти духи, я их нюхала. И я не могла вообще понять, нужны они мне или нет. То есть, как я не могла понять. Мне просто, для меня тогда этот аромат был очень тяжелый. И вообще, такие тяжелые, сложные запахи я обожаю. Я люблю. Потому что я, видимо, человек, как говорят, сложной душевной организации. Вот реально. И я люблю сложные запахи, сложные ароматы. Ничего не бывает просто у меня. И этот запах один из них. И вот этот запах, это как раз такой сложный, интересный аромат. С ароматом, как бы, кофе даже. И сейчас я начала чувствовать этот кофейный, тонкий-тонкий кофейный аромат. Вот эти духи Black Opium, они есть в нескольких вариантах. То есть, у меня парфюм самый классический. Есть еще один вариант. И есть еще один вариант. И они делятся так, что эти духи для тех, кто любит больше американо, есть те духи для тех, кто больше любит латте, и духи для тех, кто больше любит капучино. То есть, они по мягкости просто отличаются. Эти самые такие рок-н-ролл, они просто самые очень такие, ну, блин, я не знаю приличного слова, как их описать. Они дерзкие. Вот, дерзкие духи. Сладкие такие. Ну, даже не знаю, как описать. Понюхайте эти духи и сразу не делайте выводы. Потому что несколько лет назад я их послушала. Не нюхала, послушала. Несколько лет назад я их послушала. И мне показался этот запах совершенно непонятным и не моим. Наносите на запястье, постепенно распробуйте. Вообще с любимым ароматом, не только с этим. У меня уже не первый раз, что в начале, самое мое первое впечатление об аромате непонятное. Очень сложное. Я не понимаю, нужно мне это или нет. То есть, не то, что нужно или нет. Нравится мне он или нет. И вот с этим ароматом было так, что в этом году я пошла. Нанесла его на руку. Сказала, что я похожу несколько дней. Нанесу его еще. Подумаю, понюхаю. Нанесла на руку. Вышла из магазина. На воздухе он, ну, на теле за это время, там, минут 15-20 он раскрылся. Я просто почувствовала настолько свой какой-то запах, что я вернулась и купила сразу же его. И я, если честно, это было где-то перед Новым годом. Мне хотелось очень какой-нибудь новогодний набор, какой-нибудь подарочек себе сделать. К сожалению, ничего уже не было в наличии. Все распродано было. Потому что эти духи, они, в общем-то, идут, там, знаете, с каким-нибудь гелем. Ну, если честно, я не буду врать. Я не знаю, с чем они идут. Может быть, с кремом с каким-нибудь. Вот. И мне очень хотелось купить его в наборе, но не судьба. Я купила его просто вот так вот. И, знаете, у него тоже очень красивая коробочка. Коробочка, секундочку. Оп. Вот в такой. Вот в такой коробочке продается этот аромат. Очень красивый. Также очень красивая была рекламная кампания. Мне очень нравится. И я от него в восторге. По крайней мере, сейчас у меня на весну, например, есть еще один аромат. Мне нужно посмотреть по финансам. Потому что я вообще не влазу в бюджет никогда. И очень хочу купить этот аромат. Потому что я влюбилась в него уже года два или три. Я схожу с ума по этому аромату. Потом расскажу вам, что это за аромат. Постараюсь весной его приобрести. И давайте переходить к уходовым средствам. Их будет не так много. Потому что я как-то... Не знаю. Короче, сложно с уходовыми средствами. Очень сложно их подобрать. Сложно понять, нравится или нет. А если и нравится, их на выходе не так много. И это классика жизни. Это нормально. Давайте я начну с первого средства, которое я точно могу вам порекомендовать. Это вот такой бальзам для губ. Фрудия. Я вам уже его показывала. Мне гораздо больше он нравится, чем Пау-Пау. По-моему, у меня зелененький был. До этого. Вот этот Фрудия нравится мне гораздо больше. Потому что мне кажется, что он лучше как-то восстанавливает именно губы. Вы, если на ночь его наносите, он, во-первых, впитывается. Но я иногда наношу его от жадности слишком жирным слоем, что у меня просто губы слипаются. Это моя классика жизни. Если наносить его нормальным человеческим тоненьким слоем, как делают все, он впитывается в губы. И как бы их наполняет, что они якобы увеличиваются даже в объеме. Но это на самом деле просто у вас они не внутрь такие сухие, знаете, усохли. А напитанные и увлажненные. И вот этот эффект и вообще ощущение комфорта потрясающие. Очень хорошая штучка. Также вам очень советую. Дальше давайте такое тоже. Что-то между уходом и декоративный косметик. Не знаю, куда отнести. Сухой шампунь. Я, возможно, уже вам его показывала. Это сухой шампунь от Клоран. На этой неделе я помыла голову всего лишь два раза. И нет, я не ходила с грязной головой. Я не ходила с жирными сальными корнями. Просто я стала теперь вытягивать их феном по полной. И на укладку у меня уходит больше времени на волосы. Выглядит очень классно. Я красилась в предыдущем видео. И как раз там делала эту укладку. Не делала, в смысле, до съемки видео я уложила волосы феном. И тоже там товарищи попросили показать, как я это делаю. Я вам покажу, уже скажу. Суть в чем? В том, что, например, в воскресенье вы помылись. В понедельник вы ходите с распущенными волосами. Во вторник вы ходите с распущенными волосами. А в среду уже можно сделать, в принципе, хвостик. Но чтобы корни тоже не выглядели сальными или жирными, можно использовать шампунь. И, кстати, на третий день или на второй, в принципе, уже можно нанести этот шампунь на корни и ходить даже с распущенными. Вот он шикарный. Просто шикарный. Он реально работает. Шикарно работает. Я вам его советую. Это у меня второй флакон большой. Я брала два по цене одного или что-то такое. Короче, тоже какое-то супер выгодное предложение в аптеке. Я его покупала. Очень классная вещь. И действительно спасает. То есть я не призываю к тому, что надо ходить грязными. И на этой неделе мне, в принципе, удалось поддерживать укладку волос в нормальном состоянии. Чувствовать себя при этом комфортно и хорошо. Дальше. Я покажу вам две умывалки. Одна неоднозначная. То есть она однозначная. Ну, сейчас поймете, о чем я говорю. Первая умывалка вот такая непонятная. Бренд ДН Монтаж Кинг. Не знаю. Покажу поближе. Эту умывалку продала мне моя косметолог. То есть я первый раз, получается, ходила к косметологу осенью. Мне делали чистку лица. Мне делали пилинг. И подбирали уход. Но уход подбирали из того, который продавался у них в клинике. Мне подобрали вот эту умывалку. И, типа, прикол в том с ней, что когда вы ей умылись, после нее не нужен никакой тоник, лосьон. То есть ничем не нужно протирать лицо. Эта штучка создает пленку вокруг, на вашей коже, короче. Создает какую-то пленку защитную. И, в общем, не нужно никакими дополнительными средствами пользоваться. То есть после нее сразу наносите крем. Вот такая штучка стоила 1300 рублей, по-моему. Вот такая малышка. Да, ее надолго хватает. Вы наносите ее на руку. Вспениваете и уже потом наносите на лицо. Но, как бы, дороговато, во-первых. И не знаю. У меня какие-то сомнения по поводу нее. Она действительно хорошая. То есть я ничего не могу сказать. Во-первых, это вообще неизвестный мне бренд. И, во-вторых, мне странно, что они подбирали уход только, который есть у них в клинике. Мне бы хотелось, наверное, каких-то еще предложений или альтернатив. После миллионных просмотров каких-то блогеров, каких-то еще людей, каких-то статей, я нашла вот такую убывалочку от Пайот. И знаете, что я вам скажу? Мне она безумно понравилась. И она стоит 900 с чем-то рублей. Вот эта стоит 1200, по-моему, рублей. Я не помню. Хотя это, как бы, наверное, профессиональная косметика. Даже такая лечащая, лечебная. И поэтому она такая дорогая. Не знаю. В общем, Пайот понравился мне очень сильно. Я не знаю, сейчас видно или нет. Здесь такие маленькие-маленькие гранулы, которые... Ну, они даже, если честно, не отшелушивают лицо. Они, наверное, так, для красоты здесь добавлены. Но это очень хорошая вещь. Она освежает лицо. Что мне нравится в ней? Что она... Что она не пересушивает его. То есть вы наносите, она даже не пенится практически. И я стала ее последние дни наносить на ладошки и пробовать вспенивать. И так это, ну, в принципе, работает. Что она немножечко пена дает. И потом вы уже умываетесь. Мне очень понравилось, что она для жирной, комбинированной кожи. И она не пересушивает его. Потому что у меня были умывалки очень жесткие. И когда вы умываетесь, вы потом просто сходите несколько... Не знаю, несколько дней сходите. И постоянно кожа шелушится. Постоянно она недовольна. Я не ожидала, что эта умывалка будет такой... Ну, достаточно мягкой. То есть она в меру мягкая. И она хорошо очищает. Потому что обычно они либо слишком бесполезны, либо очень пересушивают. Поэтому всем, у кого такая жирная кожа, или кто уходит, как блинчик. Как хожу я. Я вам советую эту штучку. Конечно, она не спасет от блинчика на лице. Но, по крайней мере, сделает начало вашего дня и завершение вашего дня немножечко поприятнее. Поэтому я вот эту штуку вам рекомендую. И посмотрите, какой здесь объем. Как гель для душа. 200 мл. В той мелкой штучке, которая упала, 60 мл. Поэтому обратите внимание на умывалочку. Дальше мы перейдем с вами к книгам. А точнее, к одной книге. Потому что у меня была возможность читать книги в этом месяце только по пути на работу. А это где-то... Ну, и то не каждый день. И я работаю 5 дней в неделю. То есть, короче, полмесяца где-то в автобусе я находилась в чтении этой книги. Это звучит странно, но примем это как давность. Книга называется «Завтрак у Сотбис». Я уже о ней писала несколько лет назад в Инстаграме. Это было очень давно. Я ее, на самом деле, начинала читать и забросила. Сейчас я ее прочитала целиком. И это безумно интересная книга для тех, кто интересуется так или иначе искусством. Для тех, кому интересно... Короче, Сотбис. Что такое Сотбис? Это аукционный дом. Есть Сотбис и Кристи. И кому это интересно, тот вообще должен прочитать обязательно эту книгу. И в целом для тех, кто интересуется, как я уже сказала, искусством. Потому что здесь раскрывается тема того, почему мы готовы платить за те или иные произведения искусства до сих пор. Почему они так дорого стоят? Из чего складывается цена? Почему одни, например, стоят, не знаю, 500 миллионов фунтов стерлингов, а вторые стоят 500 тысяч? И здесь есть очень интересные факты, на которые вы бы никогда не обратили внимания или не знали бы о них. Такие, как, например, не знаю, например, художник в какое-то время писал картину, когда у него случился артрит. И в это время, если эта картина написана в это время, картина обесценивается и продается за гроши. Если, например, на картине изображена красивая девушка, на второй изображен старец. И это все кисти одного художника. И старец изображен намного более... Написан более искусно, более утонченно и более профессионально. Но девушка все равно продастся дороже. И, короче, это самые поверхностные факторы, о которых я рассказала. Там также есть о том, как воровали картины, как их возвращали, о том, что было с картинами во время войны, что с ними случилось потом, когда их начали возвращать на места. То есть украдены картины, например, в Францию. Ограбили музей во Франции. Все это переместилось в Германию. И что потом с этими картинами? Если, например, коллекционеры уже успели купить эти картины, там целые драмы разыгрываются. Серьезно. Очень интересно. Я не могла оторваться. И, к сожалению, у меня было время только в автобусе, чтобы ее прочитать. Это было безумие полное. Потому что я вот в таком состоянии читала эту книгу несчастную. Отличная книга, если честно. И у меня из этой серии еще есть книги. Здесь, да, иллюстрации, но такие схематичные есть. Очень много фамилий, имен. Он, если вы в спокойном состоянии читаете дома, то вы также можете сразу это все гуглить, смотреть и больше углубляться в вопрос. Так как я ездила в это время в автобусе, как я уже сказала, 500 раз, у меня не было такой возможности. Мне это было не очень удобно. Но в голове отпечатываются все эти имена, потому что они прокручиваются неоднократно. Какие-то элементы. Я, в общем, очень советую. Я очень много сегодня говорю постороннего. Поэтому просто вот. Филипп Хук. Завтрак и сотбис. Почитайте обязательно на досуге. Если вы думаете, что прочитать, то, может быть, это будет эта книга. И напишите потом, понравилась она вам или нет. Потому что мне показалось она безумно интересной. Одежда. Данный свитер, который на мне, я его полюбила безумно. Хотя он акриловый. Я ненавижу акриловые вещи. И раньше бы я даже не купила его. Сейчас я как-то более спокойно к этому отношусь. Он вот с такими вот красивыми узорами. Я вам уже его показывала. И белый свитер с горлышком вот этот из Зары. Он шикарно смотрится с моими кожаными штанами, с кожаными брюками. Это два моих фаворита в этом месяце. Я вам уже их также показывала. Но я их еще ни разу не одевала. Но вот сейчас я, наконец-то, в этом месяце их ношу. Хожу в них. И они очень теплые. То есть сейчас зима. И в них реально тепло. Ну, хотя у нас зима такая, знаете, плюс 25. Иде мы переходим, короче говоря. И знаете что? Целый месяц я как просто ошалела. Я всегда хотела авокадо. Постоянно я думала об авокадо тосте. Об авокадо. Об авокадо и еще раз об авокадо. И я несколько раз его покупала. В начале месяца и мне попадались огневые авокадо. И я их выбрасывала. Просто в помойку рублей 300-250. Пожалуйста. Я ужасно расстраивалась по этому поводу. И спросила миллион людей, мне кажется, вот сейчас к концу месяца, где мне купить авокадо. И мне добрые люди, наконец-то, подсказали, где я купила. Я уже сегодня слопала. Здесь даже была инструкция. Короче, я уже слопала сегодня один авокадо. Поэтому показываю вам такого одиночку. Посмотрите, какой он хорошенький. Какой он вкусный. И это вообще, мне кажется, вот просто витаминная бомба. И, возможно, мне сейчас не хватает витаминов. Хотя я пью витамины Бирока, которые я тоже могу вам порекомендовать. Потому что я их пью уже на протяжении нескольких лет. Ну, в смысле, не на протяжении нескольких лет, а периодически в течение нескольких лет. И авокадо – это кладезь вообще витаминов, жирных кислот, омега. Все, что вам нужно для кожи, здоровья, настроения, для всего. Раньше я не могла понять, нравится мне авокадо или нет. Потому что я их неправильно покупала. И я их кушала неспелыми. Я не знала, как их нужно правильно кушать. И все такое. Сейчас я немножечко начала в них разбираться. Просто мять вилкой с чесноком и с помидоркой. Это такой гуакамоле на лайте. Еще можно сбрызнуть лимоном. Вещь шикарная. Делаю тосты в тостере. Сверху авокадо. Закусываю помидором. И просто я самый счастливый человек на земле. Я вам советую, потому что это не только, я говорю, вкусно. Но вообще-то это очень полезно. И зимой сейчас это необходимо. Я просто уверена в этом. У меня что-то камера отключилась из-за перегрева. Что я хотела сказать. Если вы купили неспелый авокадо. Вот он такой плохой. Неспелый. То вы берете бананы. И как обычно люди делают нормально. Они берут бумажный пакет. И, например, туда вместе все это укладывают. Но я кладу вот его как в колыбельку. И вот он у меня 2-3 дня так находится. И тогда он все, он спеет действительно очень быстро. И все с ним становится хорошо. И единственный еще момент такой, что не нужно класть его в холодильник, насколько я знаю. Насколько я читала и правильно поняла. Потому что он таким образом то ли портится, то ли не спеет. В общем, ему это на пользу не идет. И я действительно заметила, что они в магазинах обычно, в таких просто прохладных местах, в прохладном помещении, но не совсем в холодильнике. Поэтому примите это тоже к сведению. Если вы купили неспелый авокадо, то в колыбельку из бананов и все хорошо. Бананы там лежат на заднем плане. Вообще, собственно, нормально такой. Видите, нормально получается. И еще давайте я вам расскажу про свою страсть к шоколаду. Я обожаю шоколад. Я мечтаю побывать на фабрике Чарли Шоколадная Фабрика. Вот это все. Я мечтаю посмотреть, как делают и наливают все эти шоколадные штуки. Узнать какие-то тонкости от шоколадьи. Я обожаю это все. И я купила конфеты Линд. Я их очень люблю. Они просто тают во рту. Я говорю о еде сейчас. Эти конфетки, они просто вкус шоколада, он идеальный. Также у Линд, например, мне нельзя молочные конфеты. Мне нельзя их, ребят. Держите это в уме. Мне их нельзя. У меня прыщи потом по всему лицу, потому что там молоко, а у меня аллергия на молоко. И у меня еще штук 7-8, наверное, горького шоколада, вот тоже от Линд, потому что он тоже хороший. Из серии я к чему? Потому что если вам нельзя молоко, покупайте горький. Горький от Линд, он действительно вкусный, и он очень хороший. По составу, по всему, хороший шоколад. Но я от жадности взяла кучу упаковок молочного шоколада, потому что они стоят рублей по 700, а на скидке он был рублей 250, и я решила взять. На самом деле, просто каждый день я ем... Ну, не каждый день, я ем там через день, стараюсь есть по одной-две штучки, по две, по три, по пять. Ладно, нет, я на самом деле стараюсь держать себя сейчас в руках и контролировать этот процесс. Но если вам очень хочется, можно купить что-то вкусное, что вам даже нельзя, но вам очень нравится. Просто нужно приучить себя, ну, во-первых, к силе воли, она должна быть. И, во-вторых, просто контролировать это и постепенно, по чуть-чуть это кушать. Не нужно срываться и съедать все. Я боюсь, что у меня ладони грязные, потому что я кистью все время кистью вытираю об ладонь. Если что, прошу прощения. Вот, насчет конфет. Вы поняли. Очень вкусные конфеты, тает во рту. Я не хочу много говорить о еде, но когда вы просто с чашечкой кофе, вот этот шоколад, он тает во рту, молочный. Это прелестно. Это прелестно, и у меня эти конфеты ассоциируются с праздником. То есть я настолько эстет, что я вот этот фантик готова разглядывать часами. Мне так приятно от этих маленьких вещей. И, ребята, эти маленькие вещи, они делают вашу жизнь лучше. Серьезно. Я вот всегда призываю к тому, что если вас какая-то вещь порадует, то это вообще может привести к чему угодно. Вдохновит вас на что-то. Я не знаю, сделать что-то, открыть для себя новое. Кушайте вкусные конфетки и не переживайте об этом. Ну, держите себя в руках. Если честно, я вам честно говорю, здесь не того. А потом вы мне тоже в комментариях наговорите всякого. Если честно, на этом все. Это были все фавориты, которые я хотела вам показать. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Потому что, если честно, мне кажется, что эти видео очень интересны. И я сама их люблю смотреть у других блогеров, например. Надеюсь, у вас был прекрасный месяц и прекрасная неделя. И, кстати, я расписала на таком листе. Распечатала себе, сделала листочек следующего месяца, февраля. И написала темы для видео. Я немножечко разделила рубрики, которые я, в принципе, снимаю. И сейчас у меня цель снимать больше, получше. И более структурировано, что ли. То есть, чтобы они не были там 3 видео подряд с фаворитами. Или 3 видео подряд с макияжем. Чтобы такого не было, как сейчас. Но у меня, знаете, такой тестовый режим. Так или иначе, еще аудитории не очень много. Она небольшая. И у меня происходит такой режим проб и ошибок. Напишите вообще ваши идеи насчет канала. И что бы вы хотели видеть на нем. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Я всех обожаю, всех целую. Оставляйте свои комментарии обо всем, что вам понравилось. Что бы вы хотели попробовать. Также подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Все ссылочки будут внизу на продукты, которые я показывала. Также оставлю ссылки в описании. Всем отличного дня. И до скорых встреч. Пока. У меня сейчас опять отрубится камера. Ну ничего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok